Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу, чем и как подкормить гортензии, как за ними поухаживать весной, для того, чтобы они порадовали нас пышным цветением в течение сезона и были здоровыми. Гортензии любят кислую почву, умеренно кислую почву. Гортензии, которые древовидные, самые распространенные в озеленительных посадках, они вполне себе пластичные и выносят любые другие почвы. Но то, что касается гортензии крупнолистной, метельчатой, черешковой, они более чувствительны и хотят, чтобы почва была хотя бы PH у них на уровне 5. Поэтому весенний период надо не забыть, замульчировать, возобновить мульчирование вокруг кустика с тем, чтобы воды весенние, в том числе, промывали в более низ лежащие слои. В нашем случае здесь она была с осени засыпана, на всякий случай, но мы потом все равно еще добавим, освежим, так сказать, подрыхлим, потому что рыхление – это, наверное, первое, с чего надо начать перед тем, как мы начнем подкармливать. Чем будем кормить? Кормить мы будем удобрением с высоким содержанием азота. Но азота такого, который будет для гортензии в кисловатой почве, будет доступным. Поэтому выбираем удобрение, которое называется мочевина или карбамии, по-другому говорят, можно увидеть такое название. Доля азота здесь составляет порядка 45-46% из этих веществ, НПК. И это, пожалуй, самое азотистое удобрение. То, что касается аммиачной селитры, там доля азота составляет порядка 25% или 30%. Но для того, чтобы этот азот стал доступен, нам необходимо мочевину смешать с сульфатом калия. Азот нужен для того, чтобы нарастали побеги, нарастала хорошо листовая масса. Азот важен для всех структур, потому что входит практически по всей части различных белков и организма растения. Впрочем, как и человека. Смешиваем в равных пропорциях. То есть берем примерно грамм 30-50 мочевины и столько же берем сульфатокалия. Гортензия также любит органические добавки, чтобы почва была насыщена органическими веществами. Поэтому, конечно, хорошо добавлять перепревший навоз. Но исключительно перепревший. Только в том случае он будет способствовать улучшению структуры почвы. Это одно. А второе, если мы ляпнем лепешку неперепревшего навоза, то он будет менять кислотность почвы. И все наши старания будут мешать усвоению азота, калия и других элементов. Если нет возможности у вас раздобыть свежего коровьего навоза, все труднее с этим у нас, потому что фермы стали более технологичными. И нет уже за фермами этих больших куч навоза. Можно прибегнуть к готовому навозу, который гранулированный. Он бывает и коровий, и конский. Я думаю, по составу большой разницы не будет. Он не имеет практически запаха, что тоже немаловажно для кого-то. И он уже имеет абсолютно нейтральную реакцию. По HV7, поэтому никак не будет влиять на кислотность. Не будет почву более делать щелочной. Это для гортензии в нашем случае очень важно. Если мы берем навоз жидкий, то, конечно, компостированный навоз, перезревший, то хорошо бы сделать из него настой коровяка, как говорится, и потом развести его, как обычно, 1 к 10 с водой и пролить. Как мы будем подкармливать, как мы будем проливать? Я потом покажу на практике, а сейчас буду рассказывать, наговаривать вам. Слушайте. Мы видим, что крона в настоящий момент проецируется вот так. Затем распустятся листья, пойдут побеги. И, значит, мы добавим еще сантиметров в текущем сезоне 10. И поэтому мы делаем проекцию такую условную. И так вот примерно 1 треть от внешнего круга заделываем в почву. И туда же заливаем либо нашу навозную жижку, либо удобрение. И заделываем. С тем, чтобы все это поступало исключительно корням. Потому что все мелкие корешки в течение сезона, они будут находиться вот именно в этой периферийной зоне. Молодые, всасывающие, которые будут давать здоровье, которые будут давать рост и, естественно, в дальнейшем пышное цветение. Что касается мочевины, очень интересное удобрение, потому что надо с ним работать аккуратно. Ни в коем случае не смешивайте его, как некоторые рекомендуют при последующей подкормке смешать его с фосфорным удобрением. Нет, нельзя, не рекомендуется смешивать с фосфорным удобрением. И, конечно же, мы не будем подкармливать гортензии какими-то удобрениями, в составе которых есть кальций. Никакой доломитовой муки не должно быть, потому что это все будет защелачиванию способствовать. А фосфор при смешении с мочевиной становится недоступным для растения. А фосфор ведь важен для чего? Для цветения гортензии. Поэтому мы его можем в дальнейшем, во время второй подкормки, когда уже видим, что растение начинает закладывать почки цветочные, вот перед началом цветения, даже не цветения, а закладкой почек, то есть перед бутонизацией, мы тогда снова же делаем смесь примерно в равных пропорциях, ну, в зависимости от плодородия или возможности нашей почвы, как она у нас была раньше подготовлена. Если почва вполне себе такая сытая, плодородная, там и компостик мы раньше закладывали, и торф там есть, и подкармливали, может быть, жидким навозом, то тогда мы берем меньшую пропорцию, суферфосфат и снова же сульфат калия. Сульфатом калия можно в течение сезона раза 4-3-4 подкармливать, но перед началом бутонизации мы в равных пропорциях, либо 30 грамм сульфата калия и 30 грамм суперфосфата, либо, если мы понимаем, что почва скудная, малоплодородная, то мы тогда берем 51-52 удобрения. Подкармливали. Ну и, естественно, сейчас вот в почве достаточно влаги, даже подо мной уже образовывается лужица, вытоптала маленький колодец, но необходимо в любом случае заделать. Почему? Потому что мочевина имеет в своем составе азот, который аммонийный и который очень быстро испаряет азот. Поэтому не оставляйте заделку на завтра, даже если почва влажная, даже если вы считаете, что вот по прогнозу должен пойти дождик, очень большие происходят потери. Ну, жалко просто удобрения. Если бы мы проводили почвенный анализ, то мы бы увидели, что да, его там маловато. Ну и то, что касается подкормки в целом гортензии, кроме этих вот первых двух подкормок, весенних подкормок, то есть первая подкормка производится, если у вас есть возможность, после того, как стали положительные температуры на улице, сошел снег, не надо по снегу, тем более мочевиной не надо ни в коем случае по снегу, потому что она вся улетучится у вас практически. Вторую подкормку делаем спустя месяц, когда уже будем увидеть ботанизацию. Надо ли следующие подкормки при хорошей заправке нашего куста, я считаю, что для гортензии, в принципе, последующие подкормки и не столь важны. А что затем? Мы должны еще на что обратить внимание? Мы должны посмотреть, хорошо ли сформирована наша гортензия. Сейчас, пока нет листовой массы, мы должны произвести обрезку. Ну, как вы видите, здесь все красивенько, все подрезано с осени еще, и шло формирование в последующие годы. Единственное, что я могу где-то посмотреть, и удалить большие пенечки. И те побеги, которые растут внутрь, она еще не старая, внутрь, в принципе, можно удалить вот этот вполне себе. Он здесь не нужен будет, потому что, представляете, когда нарастет листовая масса, будет слабое проветривание. Слабое проветривание – это могут присоединиться какие-нибудь бактерии и болезни. И тогда нам придется думать, как же нам ее обрабатывать. Обращать ли внимание на какие-то новые удобрения? Ну, мне кажется, все, что надо гортензии, она, как и всякое другое растение, сможет использовать из почвы. Помните, я вам как-то говорила, что растения приспособлены, вообще все живые растения приспособлены так, что все они извлекают корнями, листьями, благодаря фотосинтезу, перерабатывается все это в доступные формы, и оно само себя обеспечивает. А для того, чтобы в кислой среде это было доступно, мы с вами добавляем сульфат калия. Ну, и напомню вам, я считаю, из новинок очень интересный субстрат для почвы. Вот мы его с вами и начнем опробовать. Цена его, в отличие от других аналогов, гораздо ниже. Объем его 2 килограмма здесь, и расход при этом очень экономичный. Под такое растение мне понадобится 2 столовых ложки. А зачем понадобится? Потому что это такой природный циолин, который обогащен специальными органоминеральными растворами, которые в своем составе будут содержать и гуминовые кислоты, и фульвовые кислоты, и аминокислоты, и все микро- и макроэлементы, они здесь находятся в хилатной форме, то есть они доступны. А зачем же нам его насыпать, когда вроде бы здесь и так все в порядке? А с тем, чтобы у нас всегда могут быть какие-то ошибки и огрешности. А он оказывается очень влагоемкий, и от своей массы, процентов на 40-70, напитывает влагу и ее удерживает. И все наши подкормки, которые мы будем добавлять, он также будет удерживать на своей поверхности, и затем по мере полива и по мере необходимости будет отдавать растению. И, естественно, это будет более эффективно для растения, и все наши подкормки для гортезии не пройдут даром. Ну, также считается, что он сохраняет вот эти свои накопительные свойства в течение 3-4 лет. Вот и проверим, как он сохраняет. Также увеличивается, ну, для декоративных растений увеличивается количество цветения, продолжительность цветения, а краска более красочная сохраняется. Поэтому я считаю, что надо попробовать. К тому же, настолько экономичен он в расходе. Все, теперь приступаем к практике. Будем все насыпать так, как рекомендовано. Прежде чем начать перекопку земляные работы, я удалю вот этот внутренний побег. Он не нужен. Удаляем. Потому что здесь у нас пойдут дополнительные веточки, которые мы дальше уже будем формировать по такому принципу. Все наши обрезки мы делаем на внешнюю почку с тем, чтобы побеги росли к наружу. Видите, как оно все идет к наружу. Можно удалить какие-то пенечки, которые мы видим, что они поврежденные и не нужны. А так в целом здесь все у нас хорошо. Это прошлогодняя обрезка. Таким вот образом. Куст хороший, хорошо сформирован. Все будет проветриваться. Ну а теперь приступим к перекопке. Сильно не углубляемся, потому что поверхностная корневая система. И сильно не будем ее травмировать. Сделаем легкую перекопочку такую, чтобы удалить сорняки. Особенно те, которые многолетние. Смотрите, она не страшна, но доставляет много хлопот, когда ее начинаешь пропалывать в сезон. А вот одуванчики сейчас достаются из влажной почвы очень и очень хорошо. Тут у меня маргариточки присутствуют. Ну и пусть себе поцветут, а потом я их тоже удалю. Пропалываем. Мята забежала. Ирис тоже не буду трогать. Так. А это само сейчас перевернется. Еще раз рыхлю. Добавляю. Добавляю кислый торф. Смешанный с опилками. Потому что подкисление не помешает. Мы эту процедуру можем сделать ежегодно, потому что торф в течение сезона разлагается, и потом кажется, что ничего и не насыпали. Так что он не помешает нам никогда. Так. А теперь, как я вам говорила, делаем проекцию. Сделали проекцию. Копаю, снова подрыхлю. и сделаю такое легкое углубление. И засыпаем, смешиваем. 30 грамм мочевины. Сульфат калия. Теперь для того, чтобы зафиксировать эти питательные вещества, 20 грамм циалина. Перемешиваем. и для того, чтобы все это приободрить навозиком, воспользуемся гранулированным. И теперь все это снова слегка заделаем. Подкопаем. и уже с наружной стороны почву добавим с тем, чтобы все начало работать в нужном месте и в нужное время. комья разбиваем. Не забываем про рыхление в процессе, потому что рыхлая почва будет лучше удерживать влагу, сохранять ее, и легче будет удалять сорняки. Ну все. Гортензия к сезону готова. И мы готовы наблюдать за ее пышным красивым цветением. Процветание гортензии и процветание нам. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова